Семь телевизионных кнопок, 13 радиостанций, огромная аудитория и интернет-сообщество, 30 эфирных лет, как говорится, не прошли даром, открыли новые возможности для медиа национального значения. Но не будем забывать и о том, что Белтеля радиокомпания – это прежде всего люди. Вашему вниманию их истории специально для праздничного эфира. Иван Михайлович, а вы в каком году пришли в компанию? Хороший вопрос. Мне кажется, я в компанию пришел в 2007 году. Еще полгода назад, в последний день оплаты коммунальных платежей, в этих кастелях огромная очередь. Я пришел как раз во времена, когда интернет начал завоевывать немножко медийное поле. И тогда много рассуждали о том, как сможет выживать телевидение, да и радио в совершенно новых условиях в связи с появлением всемирной паутины. И, конечно, были самые разные прогнозы. От смерти телевидения и радио все будет в интернете до совершенно обратно. Но, естественно, я хочу заявить в очередной раз, что без телевидения, конечно, наш планет Земля не останется. Ни одно средство массовой информации, ни одна интернет-страница, ни одна газета, ну, если брать, например, нашу страну, ни один самый популярный блогер не даст одномоментного такого большого охвата, как это может сделать телевизионный эфир. В Белти-радиокомпанию я пришел еще будучи студентом факультета журналистики. Это был 97-й год. Первые шаги моей в профессии были в качестве собственного корреспондента белорусского радио в моем родном городе Бобруйске. Далее получилось так, что обратили внимание, пригласили попробовать в качестве репортера уже здесь, в Минске. Ну, и из репортера ведущий новостей, ведущий программы «Радиофакт». Для меня это была очень большая честь, потому что проект был очень знаковый, очень громкий, очень яркий, заметный. О Беларуси семах один ранец, и вы слухаете «Рады ее факты», вас витают в ранешнем эфире. Гукорежиссер Наталья Кузнецова и ведущий Павел Лазовик. Я заканчиваю Институт культуры театральную режиссуру. И мой педагог, Редина Степановна Мацкевич, услышала, что конкурс дикторов объявлен. Она говорит так. Вот у тебя голос радиофоничен, ты должен на этот конкурс пойти и должен победить. Пройдешь – пятерка обеспечена. Не пройдешь – извини. И я пошел и прошел. Получилось, что после второго курса я познакомилась с Анатолием. Он уже на тот момент был диктором Белорусского радио. И мне просто предложили вести рубрику в программе «Советская армия солдат». Там просто была карма. «Добрый день, солдаты». Ну и начинала читать письма. Мы, когда начинали, лучшие проекты всегда держались только за счет идеи. Доброй ночи вам усим, кому не спится в этот поздний час. Так в этом эфире все таешь. Программа «Акалада» на годиннику далека за полночь. Надо же понимать, что такое конец 80-х, начало 90-х. Телевидение, диктори, радио, телевидение – это боги и небожители. Мы, конечно, опасались. Мы когда-то работали в составе большого советского телевидения, потом отделились. И все-таки у людей осталась привычка к сейчас уже российскому телевидению. Там ведущие, которые работают по 10-15-20 лет, они стали звездами, собирали очень большие рейтинги. Я имею в виду развлекательный контент. И когда мы запускали свой проект, мы, конечно, опасались, что, может быть, мы не потянем. Но я вас уверяю, и вы сами, наверное, видите, что белорусам интереснее то, что происходит здесь, в нашей стране. Эти истории пользуются популярностью. Эти люди начинают пользоваться популярностью. Поэтому эта тропинка, на которую мы совершенно верно стали, она беспроигрышная. И в этом направлении мы будем продолжать работать. Самое главное наше достижение к сегодняшнему моменту – это то, что все 13 радиостанций, которые входят в структуру Белцы-радиокомпании, работают в круглосуточном режиме, без перерыва. И все они обеспечивают производство собственного контента. Многие наши видеоролики, вот видеоверсии наших передач и видеоматериалы имеют по несколько десятков миллионов просмотров. Это показатель такой достаточно внушительный, например, в том же Ютьюбе, скажем, да, ну, даже очень высоко ценится и в таких общемировых масштабах. Задача стоит, чтобы каждые несколько месяцев, каждый год точно чем-то новым удивлять. Работа над этим идет каждый день. Продолжение следует...